Следующий вопрос. Если человек развел свою жену в предсмертной болезни до того, как вошел к ней, то есть имеется ввиду до того, как совершил с ней половой акт. То есть два человека заключили акт бракосочетания, затем он заболел предсмертной болезнью и не совершив с ней половой акт развел ее. Каково ее постановление? Почему этот вопрос рассматривается? Если бы он ее развел в нормальном здравом состоянии, не совершив с ней половой акт, тогда какое постановление было бы в шариате? То, что она не выжидает никакой идды, никакого срока, не получает наследство, так как она не жена, и получает пол махра, и получает половину махра. Это обычное постановление. Но те ученые, которые говорят, что развод предсмертной болезни недействительен, соответственно будут говорить по-другому. Но наше правильное мнение в этом вопросе какое будет? То же самое. То, что этот развод действителен, то, что идду она не выжидает. Почему идду не выжидает срок выжидания после мужа, не выжидает после развода? Потому что не произошло у них половой акта. То есть срок жена почему выжидает после развода? Чтобы убедиться, что она не беременна и тому подобное. Здесь такой необходимости нет. Поэтому на ней идды также нет. И она получает пол наследства. А пол наследства говорит, она получает пол махра. А наследства она не получает вообще. Это будет правильное мнение в вопросе. Но другие ученые, так как считают по-другому, у них придут другие мнения. Говорит Фиази, в этом вопросе четыре мнения. Аль-Оваль первое мнение. Она получает полное садак, то есть получает полный махр, получает полное право на наследство и обязана выжидать идду. Говорит, сказали почему? Сказали потому, что он опять муттагом обвиняется в том, что разводит ее специально, чтобы лишить ее наследства. Это мнение Хасана Аль-Басри, а также Ата, а также Абу-Убейда и Ахмада в одном из ревятов от него. Говорит Ахсани, второе мнение в этом вопросе, потому что она имеет право на махр и также имеет право на наследство, но выжидать идду она не должна. Почему? Потому что не произошло половакта между ними. И это мнение Ата, то есть второе мнение Ата в этом вопросе, а также Имама Ахмада в одном из ревятов от него. Ас-Салис, третье мнение в этом вопросе, она имеет право на наследство и имеет право на половину махра, и она обязана выжидать идду, то есть срок, не выждав который она не может выйти замуж за другого человека. И это мнение Имама Алика и Имама Ахмада в одном из ревятов от него. Говорит Ар-Рабия и четвертое мнение в этом вопросе, то что в этом случае, четвертое мнение, она не получает право на наследство, она считается разведенной, то есть должна, не должна выжидать идду, потому что не был совершен половакт, и имеет право на половину махра. Говорит и это мнение большинства ученых. Ва мингум из них Имама Аш-Шафия, а также Имама Ахмада в одном из ревятов от него. Ли кавлии Та'ля, потому что Всевышний Аллах сказал, Если вы разведете их, то есть своих жен, до того, как вы дотронулись до них, то есть до того, как вы совершили с ними половакт, И вы уже успели назначить им махар, тогда отдайте им половину того, что вы им назначили. Также Всевышний Аллах сказал, Если вы совершили акт бракосочетания с верующими женщинами, а затем развели их до того, как притронулись к ним, То они не обязаны выжидать относительно вас никакой идды. Так, значит, правильное мнение в этом вопросе какое? То, что этот талак считается действительным, но вследствие него идду она выжидать не должна, так как половакта не было совершено. Она, соответственно, раз не является более женой, не имеет права на наследство, что касается махра, то имеет право лишь на половину махра, так как полового акта не произошло. Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...